всем привет дорогие друзья ну что у нас вообще только включил уже 100 человек залетело круто но это радостно значит все ждут все ждут и всегда любому спикеру это приятно когда ты только включаешь вебинар и соответственно каждый кто приходит ответственно подходит к делу и заранее приходит это здорово это круто и так вебинар пройдет в режиме мотивации тайны венского леса да интересно это название я потом в конце расскажу почему именно тайны венского леса человек если здесь присутствует который навел меня на мысль название этого вебинара она поймет она поймет итак давайте начнем я запись включил я хотел бы поговорить с вами дорогие мои вообще о мотивации о сетевом с чего мы начнем давайте начнем с того я не про маркетинг сейчас нет вообще не про маркетинг хочу разговаривать я хочу поговорить почему мы приходим в сетевой я думаю многим новичкам и многим даже тем кто лидером это будет интересно почему мы приходим в сетевой для чего когда меня спрашивали я задал я отвечал просто а больше вариантов быстро заработать денег нет ну я по крайней мере не знаю вы просто задайте себе задавайте всегда один вопрос вам часто предлагают заработать более-менее легально миллион как часто это делают прям вот ну без вложений особых то есть я не говорю вложение 100 долларов да там пять шесть тысяч рублей это вложение нет это не вложение как часто вам делают такое интересное предложение по могут накидать много хайпов но я еще раз говорю без вложений давайте вернемся к истокам для того чтобы еще более детально разобраться в этом вопросе давайте вернемся к истокам каждый из вас каждый о чем-то в детстве особенно мужики сейчас меня поймут в детстве о чем-то мечтали когда нам было 16 лет 18 лет мужчины особенно мечтали о конь классной тачки да есть такое и давайте будем честными мужики я сейчас не девчонок касается у девчонок свои немножко мечты там другие это не рено логан вы мечтали не о рено логане и вы мечтали не о подержанной какой-то двадцатилетней иномарки если конечно это не какой-то раритет да там это мы не берем в расчет почему происходит так что потом приходится довольствоваться тем что есть ну вот реально почему теперь это касается сейчас я задаю вопрос всем кто сейчас здесь почему вы идете на компромисс почему вы миритесь с тем что это какая-то уже не избыточная мечта купить новую машину я сейчас буду говорить о каких-то простых меркантильных целях но это же важно мы же не за идею работаем у меня к примеру немножко другие мечты идеи у меня идея я люблю помогать людям это факт ну как бы открыто об этом всегда заявляю не люблю наглых людей но люблю помогать людям но у меня тоже были мечты были мечты и цели купить новую машину купить новую квартиру но я их еще до матрицы реализовывал и вот сейчас мне обидно иногда знаете за что за то что мы с вами я сейчас обобщенно говорю забываем о том о чем мы мечтали раньше я не думаю что в 18 лет кто-то из вас мечтал ехать на Логане и такой друзья смотрите я Логана купил нет вы бы не похвастались Логаном с друзьям или Митсубиси какой-нибудь лансер старый они бы не оценили вы бы сами сказали да я не пойду вы тогда были амбициозны энергичны вы не шли на компромиссы с самим собой вы не мирились с теми обстоятельствами которые есть вы были уверены а почему откуда это берется уверенность энергия и вы понимали чего вы хотите в чем фишка почему мы забываем о своих мечтах и целях из своего наблюдения из своего личного опыта я делаю вывод забываем мы по одной причине вот если ты мечтаешь о новом БМВ к примеру там Мерседес не важно машина такая стоит порядка от трех миллионов рублей на данный момент от трех миллионов рублей почему мы про нее забываем объясняю как я вижу это потому что ты не знаешь как ее воплотить в жизнь эту мечту и единственное что попадается тебе в голову да взять кредит ну взять кредит на БМВ это как-то вообще зашквар почему потому что ну это же кабала это кабала на многие года а вдруг с машиной что-то тебя отговорят от этой затеи но это и правильно брать такую дорогую машину в кредит зачем и поэтому мы начинаем исходить и из того что есть идти на компромисс объясняя себе ну это выгодно вот сейчас акция куплю лучше поддержанную и буду довольствоваться тем что есть зачем вы хороните свою мечту тогда и ваши амбиции начинают ужиматься а когда нет амбиции вас вот так сковывают то пространство для маневра тоже нет и ты миришься с тем что ну и ладно ну и ладно все так живут но есть другие люди и они среди вас эти люди сейчас находятся здесь они не мирятся с системой они не мирятся с тем что вот такие обстоятельства нет люди которые приходят на этот вебинар у них есть амбиции я уверен но они немножко их закопали и забыли у кого-то рутина каждый день да у кого-то там 3-4 ребенка у кого-то 5 детей согласен но неужели эти факторы должны делать вас несчастным человеком и забывать о том для чего мы здесь вообще на земле открою вам тайну я знаю эзотерику очень хорошо что значит знаю это не просто в теории я изучал теософию изучал эзотерику я ее и практиковал и самое простое что я из этого могу сейчас ну чем могу поделиться чем больше ты себя сковываешь тем меньше энергии остается и вы можете сказать я настолько погряз в рутине да в каких-то обязательствах там дел много разных там работа дом дети неужели это причины для того чтобы просто ну согласиться с тем что ну и ладно в следующей жизни не должно быть так не должно быть так и мы при создании компании маркетинга всегда грезим одной идеей дать людям возможность выбраться из того состояния даже проводя этот вебинар выбраться из того состояния которое мы себя вгоняем посредством вот этих вот внешних обстоятельств эти внешние обстоятельства убивают вас вот это младенчество в в котором когда вы находились вы позволяли себе мечтать и не боялись этого делать не боялись говорить да конечно получится сто процентов единственное что на тот момент останавливало всегда меня даже иногда не знаешь как к примеру если я сейчас дам вам парашют парашют D6 серии 4 или D10 серии 4 да кстати площадь купола 83 квадратных метра и 100 квадратных метров его называют еще медуза дам вам парашют собранный навряд ли кто-то из вас захочет прыгнуть с высоты 800 метров свободное падение 4-5 секунд после чего он даже автоматически раскроется есть специальный прибор AD3UD вы не прыгните а знаете почему потому что ты не знаешь как себя вести во время прыжка как его крепить и как приземляться что делать когда мы не знаем что делать мы это автоматически отодвигаем то есть если ты не знаешь как водить машину ты не сядешь скорее всего за руль в трезвом состоянии 100% если ты не знаешь как заработать на машину мечты или на какую-то цель о которой ты мечтал ты автоматически миришься с тем что это какое-то там в другой жизни заоблачно не должно быть так каждый человек когда приходит на землю знаете с какой целью он приходит вот хотите я вам просто секретик открою может для кого-то это будет откровением чтобы быть счастливым это факт чтобы быть счастливым в первую очередь самому не надо сразу думать чтобы там окей ты не сможешь помочь людям ты не сможешь сделать людей счастливыми если ты не счастлив если ты не воплощаешь свои мечты идеи в реальность ты не сможешь этого сделать я вам больше скажу знаете почему у меня команда быстро растет всегда потому что я счастлив когда ты светишься когда ты на своем месте то все спорится все ладно получается все четко потому что ты излучаешь это а души они это чувствуют на интуитивном уровне и притягиваются как бы вы сейчас мне не рассказывали что там кто-то должен говорить грамотно вы можете выучить миллион маркетингов вы можете выучить сто стихотворений и поставят вам четверки хотя вы их вызубрили но можно выучить одно даже не не зазубрить а так выучить но с таким выражением рассказать выразительно с душой и поставить пятерку я это на себе пробовал я очень хорошо запоминаю текста но я всегда волновался и запинками рассказывал но я старался делать это выразительно я понимал о чем я говорю я понимал о чем это стихотворение что за умысел и замысел там о чем человек повествует что хотел автор передать я стараюсь показать это через эмоции а не просто заученный текст понимаете о чем я говорю энергия когда в вас эта энергия есть она автоматически как магнит вот вы ищите лидомагнит там знаете как многие говорят лидерский магнит лид магнит у нас есть инструмент это лид лид магнит лид магнит это здесь внутри вас как бы вы там не пытались строить из себя позитивного человека но если внутри вы не позитивный если почему человек не позитивный значит есть какие-то факторы которые делают его не позитивным значит надо делать то что делает твое настроение если человек испортил тебе какое-то настроение поговори с этим человеком может ты себя накрутил много есть о чем в этом ключе можно разговаривать очень долго. Я всегда хочу просто сейчас свести вас к тому, что нет какого-то идеального инструмента. Идеальный инструмент это вы сами. И самое важное нужно понимать, что кроме вас никто не сделает вас счастливым. Кроме вас самих. Я могу указать вам на дверь, как в матрице в фильме, да, но вы должны зайти в нее сами. Я не могу это сделать за вас. Я даже могу вас оттолкнуть. Но ты должен сам зайти и пройти этот путь. Это важно понимать и осознавать. Почему мы в сетевом? Вопрос уже чисто риторический. Чтобы воплотить какие-то свои мечты. А знаете, почему я, когда пришел в сетевой, я еще не заработал ничего? Я был счастлив. Я с такой улыбкой попал туда, потому что я уже знал. Вот. Вот как. Вот как я воплощу свою мечту. Все. Остальное дело за малым. Для меня это казалось самое сложное. Найти инструмент, найти информацию о том, как мне заработать, к примеру, 3 миллиона рублей, чтобы купить машину своей мечты. Если я уже увидел схему, я ее проанализировал. Хотя бы поверхностно. Что значит проанализировал? Значит, посмотрел, получится ли у меня, почему именно 3 миллиона, как именно 3 миллиона. все. Какие есть последствия? Какие есть риски? Я все это посмотрел и сделал для себя вывод. Мне это подходит. Я не нарушаю что-то, я никого не убиваю. Ну, то есть, как бы ты не вредишь людям. Это важно понимать. Все. Ты спокоен. И, конечно, это делает тебя счастливым. 100%. Хотя у тебя еще, может быть, нет такого результата, но ты уже знаешь, что подарок на Новый год, он спрятан, и он тебя ждет. Осталось только дождаться этого Нового года. Вот примерно такая аналогия. Поэтому на вопрос, почему мы приходим в сетевой, если так глубинно, фундаментально разобраться. Для того, чтобы воплотить свои мечты. Вспомните, позвольте себе быть ребенком. Для того, чтобы вспомнить, что вы хотели, что вы хотите. И не позволяйте никому никогда нарушать это ваше пространство. Если кто-то кидает вас в камни сомнений, это люди неуверенные в себе. И они, как, знаете, есть крабы или раки вот в ведре, их там 10 штук, они могли бы выбраться друг по другу, но они друг друга тянут. Когда один выбирается, они начинают тянуть. Это нормальная реакция от большинства. Но люди в сетевом, это особенные люди. Они верят в чудеса. Это уже даже говорят, называют чудесами, но это не чудеса. Это просто факт. Если ты чего-то очень сильно хочешь, ты эту идею вынашиваешь, ты не можешь спать, ты ищешь варианты, и вселенная дает тебе вариант. Рассмотри. И когда ты рассмотрел все за и против, ты говоришь, так вот оно что. Мне всего лишь нужно делать это, и у меня будет то, что я хочу. И при этом я не буду никому вредить. Понимаете, о чем я говорю? Вот она, Пандора. Поэтому вопрос, почему мы в сетевом? Потому что мы хотим реализовать свои идеи, свои цели. И я очень становлюсь более счастливым, скажем так, когда я вижу, как люди, приходя к нам в компанию, используя наш маркетинг, нашу идею, технологию, добиваются своих целей. Когда мне люди говорят, слушай, Илья, да у меня на карте деньги есть благодаря профитбоксу. Я говорю, это не только благодаря профитбоксу, это благодаря тебе у тебя есть деньги. Профитбокс это посредник между тобой и людьми, которых ты приглашаешь. Это такая бухгалтерия, касса взаимопомощи, называйте как хотите. Это посредник во вселенной, с помощью которого, просто используя который, ты сам зарабатываешь себе на свою мечту. И ты счастлив. Люди, которые записывают кругляшки, делятся эмоциями, это люди влюбленные, страстные, потому что в них есть эта энергия. Они готовы просто кричать о том, что, да блин, классно, здорово, что я сидел раньше. Единственный вопрос, который коробит этого человека, почему я раньше не обратил на это внимание? Ну, видимо, всему свое время. Всему свое время. Дальше. Разобрались с этим вопросом. Раз мы разобрались с этим вопросом, то следующий вопрос, отчего мы тогда ждем? Есть категория людей, которые действуют. Я от себя отношу к такой категории людей. Я лучше зайду в три двери. Вот будет три двери, и какая-то из них приведет к успеху. Человек, который всегда сомневается и боится ошибиться, он такой, надо проанализировать. Сейчас вот они пойдут, вот это вот там 10 человек, Илья в том числе, вот пускай они зайдут в первую дверь, вот я посмотрю, а вдруг в первой двери их монстр ждет. И они выбегут оттуда, набив шишки. Я буду знать, что в эту дверь правильно я сделал, что не пошел. Что он сэкономил, этот человек? Нервы, время, что он не приобрел? Опыт. Опыт. Но этот человек, скорее всего, когда вы попадете в успешную дверь, мы попадем в успешную дверь, зайдет самый последний. И то он будет ждать, а может все-таки они оттуда не возвращаются. Это странно. Может их сожрали там уже всех. это странно. Поэтому человек, который действует, он, да, согласен, набивает шишки чаще, но именно этот человек добивается успеха быстрее. Знаете тот факт? Это уже доказанный факт в Форбсе даже. Люди миллионерами становятся не потому, что они умные. Есть умнее люди гораздо. Меня, людей, которые создают какие-то супер-пупер-проекты. И они это заявляют. Мы не самые умные. В нас много энергии. Мы готовы заходить в двери. Мы не хотим ждать. Ожидание убивает. Убивает. И начинается синдром упущенной выгоды. И он тебя начинает кушать. И когда ты раз подождал, два подождал, третий раз ты думаешь, дай, не мое. И рутина начинает сжирать. И поэтому чего вы ждете? Вот этот вопрос должны задать каждый сам себе. Если мы поняли, для чего мы в сетевом, если мы вспомнили, о чем мы мечтали, мы ответили на вопрос, для чего мы в сетевом. Следующий вопрос. Чего ты ждешь? Конкретно. Ты ждешь. Смотрите, вот человек иногда ждет. А сколько в мире всего происходит, да? Ты не успеваешь. Доллар скачет. А вот если бы я знал, что доллар опять подпрыгнет, я бы за 50 купил. Ну да. Если бы я знал, биткоин бы купил по миллиону, если бы я знал, что он до двух с половиной, до трех дойдет, я бы купил. Ну да. Если бы я знал, что начнется такая глобальная заваруха в мире, я бы поступил бы под... Ну да. Если бы я знал, что будет коронавирус, ну да, я бы купил маски и продавал бы их успешно. Если бы, да кабы. Не превращайтесь в ждуна. Ждун в априоре будет лузером. Не позволяйте себе ждать. Позволяйте себе действовать. Лучше ошибиться несколько раз. Но зайти потом в ту нужную дверь. Чем сидеть и гадать, а в какую же зайти. А если это не три двери, а десять? Для этого человека это просто будет ад. И одна только приведет к успеху. Представляете? Поэтому режим ожидания убивает ваши мечты. Он их уничтожает. Не нужно ждать. Не нужно сожалеть и давать синдрому упущенной выгоды сожрать вас. Если бы я жалел, я бы сейчас с вами не разговаривал. Это депрессия. Не позволяйте ей брать верх. Еще раз. Вы здесь для того, чтобы быть счастливыми. Это фундамент. Когда ты счастлив, то ты можешь сделать счастливыми других людей. Это аксиома. Ее доказывать не нужно. Когда ты добиваешься успеха, ты можешь дать возможность стать успешными другими людьми. Ну, другим людям. Когда ты добился в спорте результатов, ты можешь научить это другого человека. Хотя бы просто передать опыт. Не важно. Не нужно быть супер-пупер учителем. Но у тебя есть опыт, которым ты можешь поделиться. Почему люди выбирают сильных лидеров? Потому что этот сильный лидер, он в эти 10 дверей уже заходил и нашел ту дверь, которую нужно. Берите пример с него. Не бойтесь. И не нужно ждать. Я говорю на полном серьезе. Не нужно ждать. Давайте разберемся просто в такой картинке. Сколько у нас, вот сейчас тут 300 человек, сколько у нас миллионеров уже в компании? Сколько чеков в сутки люди получают? Сколько бонусов люди в сутки получают? А сколько будет с бумбоксом? Я уже вообще молчу. Я хотя про маркетинг не говорю даже. Эти люди находятся среди вас и нас. Каждый день вы их видите в чате. Вы видите их на картинках. Вы видите, может, некоторые эфиры. Каждый день. Эти люди ничем не отличаются от нас с вами. У них также две руки, две ноги, голова. То есть там ни у кого-то две головы, и он думает лучше, быстрее. Ни у кого нет искусственного интеллекта, который делает все за него. Нет. У кого-то есть обременения какие-то. Это в виде там многодетная мама. Одна. Кредиты. Неужели только когда жареный петух в виде кредитов и каких-то жестких, сильных обстоятельств не клюнет, человек не начинает действовать. Не доводите до этого. Эти люди среди нас. Каждый день. Рождаются новые. И почему бы вам не становиться точно такими же? Еще раз. Чего мы ждем? Чего конкретно ты ждешь? Никто вам миллион просто так не принесет. Забудьте про это. Просто так нет. Либо ты тратишь время, либо ты тратишь деньги. Ты что-то должен отдать. Ты обязан что-то отдать. Во вселенной по-другому не бывает. Ты обязательно что-то отдашь, если ты хочешь миллион. Либо тебе вселенная... Ну, то есть, если у тебя нет денег, и ты такой хочу 3 миллиона на новую машину. Вселенная услышала. Вселенная всегда все слышит. Она такая, вот тебе инструмент. Это вникать. Время тратить надо. А вдруг у меня не получится? Ты превращаешься в того ждуна, который на дверь смотрит. Вон они идут. А вот у них получается. Ну, вот у них опыт. Вот у них команда. Я вам больше скажу. У нас в Profitbox, в этой замечательной компании, она просто светится счастьем, эта компания. Есть лидеры, которые начали строить структуры с нуля, у которых были структуры по 10 тысяч человек. У всяких бывают жизненные обстоятельства разные. Они пришли в компанию и говорят, я буду строить структуру с нуля. И знаете, в чем лидер отличается от нелидера? Не наличием большой команды, нет. Наличием силы, воли принять решение строить с нуля. Если ты неоднократно строил дом и по какой-то причине он развалился, у тебя что есть самое главное? Что есть у человека в этот момент? Опыт. Когда есть опыт и знания, то не так страшно уже становится. Ты четко понимаешь, как быстрее можно уже его построить и на что нужно обратить внимание, чтобы он не разрушился. как можно сделать качественнее, как можно сделать отделку внутри лучше и так далее. Где можно сэкономить, где экономить не нужно. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, да. Поэтому для чего чего мы ждем, этот вопрос тоже вы должны проработать. И он должен отпасть. Не нужно ждать. Никто миллион просто так не принесет. Никто. Мы всего лишь можем показать. Я конкретно могу показать. Вот там он есть. Вот там твой миллион. Иди возьми. Иди и возьми его. Но это нужно идти. Этот путь, я не говорю, что будет очень легким. Хотя я максимально сделал так, чтобы ты не наступил ни на какие грабли. Я постарался расчистить этот путь. Но тебе его нужно пройти. Ты должен идти ногами. Должен идти. По-другому ты не пробежишь. Калории просто так не сгорают. Ты должен двигаться. А сидеть и думать о том, чтобы они сгорали, они, конечно, будут сгорать. Но с очень медленной скоростью. Только потому, что ты дышишь. Это факт. Самое важное, самое важное, друзья, и самое основное, это когда ты знаешь, как и где взять этот миллион. А второе, самое основное, то, что никому не навредишь при этом. Можно украсть, пойти. Но есть риск, что ты кому-то навредишь, а за это навредишь, вселенная возьмет твою свободу и отнимет твое время. Это же не свободу берет, это просто время твое забирает. То есть ты потратишь время. Если ты не готов потратить миллион, инвестировав миллион долларов в банк, чтобы заработать миллион рублей, ты хочешь чей-то миллион забрать. А человек, чтобы заработать этот миллион, он потратил, допустим, год, а ты взял и забрал. Вселенная возьмет тебя не год, а три года. Она возьмет. Не возьмет временем, возьмет здоровьем. Сто процентов. Поэтому важно делать так, чтобы это было экологично, как мы это привыкли, да, называть. По-честному. Собственно, поэтому мы создаем компанию и ведем бизнес абсолютно открыто. Для того, чтобы все было по-честному. Хочешь? Вот инструмент. Давайте разберемся, что конкретно дают матрицы. Да, вот мы как бы ответили себе на вопрос, для чего в сетевой. Поняли, что ждать не нужно. Поняли, что вспомнили о том, о чем мечтали. И понимаем, что никто эту мечту за вас воплощать не будет. У каждого свои мечты. Правильно? Ну, логично. Теперь важно понять, почему именно здесь. Вот тут можно взвесить все за и против. Самое первое, на что я обращаю внимание, когда я прихожу в какую-то компанию, ну, когда приходил, заходит ли она мне внутри. Есть что-то такое, что екает. Это может быть вообще такая мелкая искра, которую ты можешь через минуту уже забыть. Но важно ее прочувствовать. Стойте. Тебе скинули это бизнес-предложение, ты посмотрел? Или посмотрел мой вебинар, или еще что-то? Ёкнуло? Ты не можешь объяснить. Ты начинаешь искать причины, что семиместки это не мое, ой, тренар вначале. Убери, убери это все. Просто убери маркетинг. Вообще. Есть ощущение, что тебе откликается то, что ты видишь, то, что ты слышишь. Если есть, продолжай изучать. Вселенная тебя подталкивает. Продолжай изучать. Матрицы. Матрицы – это кассы взаимопомощи, которые дают колоссальные возможности без вложений больших средств, но с вложением большого количества времени зарабатывать большие деньги. Мы все сюда приходим, чтобы зарабатывать. Сколько я провел лидер таймов, и на каждом лидер тайме каждый лидер мне говорил одно и то же. Я хотел услышать что-то новое, но нет. Все понятно. Я хочу построить дом. Я хочу купить новую машину. Я хочу купить новую квартиру. Я хочу купить какой-то гаджет новый, да, там может быть, за 300 тысяч. Я хочу изменить свою жизнь в более качественное русло ее направить. Простые вещи. Так вот, когда человек это сможет сделать, вот тогда он сможет учить уже других. Он сможет помогать другим добиваться таких же целей, потому что он это прошел. Как ты будешь рассказывать о том, как накачаться или как пробежать 10 километров, если ты сам ни разу не бегал? Ты бегал только 5. А ты говоришь, ну 5 это 10, это два раза по 5. Ну ты бегал? Нет, ну я бегал 5. Ну я бегал часто 5. То есть ты зарабатывал 500 тысяч в год. И тут говоришь, я знаю, как заработать 10 миллионов. Раз ты знаешь, почему не зарабатываешь? Чего ты ждешь? Если ты все знаешь. Понимаете, о чем я говорю? Я думаю, да. Матрица самый быстрый, короткий путь к успеху. Факт, где нет рисков потерять большую сумму денег, есть только риск потерять время. Но это время быстро окупается. Если ты все делаешь с умом. Когда мне человек говорит, я хочу зайти попробовать, наверное, я всегда глубже смотрю на вещи. И я говорю, а для чего ты вообще заходишь попробовать? Я задаю просто вопрос. Для чего ты здесь? Ты ищешь переработок. Давайте разберемся в цифрах. Человек ищет переработок. Человек работает на основной работе. Сколько у нас на основной работе люди зарабатывают? Вот я зарабатывал по контракту 100 тысяч рублей. Давайте возьмем в среднее 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, допустим, это средняя зарплата сейчас где-то. Хотя на самом деле их там 30 есть, 25, у кого-то 45, 50, у кого-то 70. Возьмем в среднее 50. 50. И вот у меня 50 тысяч рублей. И я вот еще зашел в интернет-бизнес куда-нибудь там, чисто как приработок, и у меня еще капает 10. 10, хорошо, если 20 тысяч рублей в месяц. Итого у меня выходит 60-70. Итого за год, за 10 месяцев выходит 700 тысяч. Это если я не ем за 10 месяцев. Ну, хорошо, еще 2 месяца накинем, еще 140 тысяч, итого 840. Давайте округлим 800. 800 тысяч. Возьмем среднюю квартиру, которая стоит 5 миллионов рублей. 5, 5 миллионов рублей в среднем квартира стоит. 800 тысяч в год. Правильно? Получается, сколько нам надо лет копить? Посчитали, да? Мы просто 50, 5 миллионов делим на 800. Как минимум, как минимум вам придется, считайте, в один год вы отложили 800, второй год миллион 600, 4 года 3200, 4 года 3200. Еще миллион 600 добавьте. Это 6 лет. Вот за 6 лет, за 6 лет можно накопить. Это если мы не кушаем. Это если ничего в мире не происходит, инфляции нет, весь мир остановился, и ты копишь. Это ты не болеешь, никуда не ездишь отдыхать, ничего абсолютно себе не покупаешь, ты копишь. есть слово откладываешь доход, а есть слово копишь, во всем себе отказываешь. И вот 6 лет, а то почти 7, ты копишь. И тут квартира выросла в цене, и счетчик обнуляется. Либо ты, не дай бог, заболел, счетчик обнуляется. И так проходит жизнь. Проходит 10 лет, ты такой, вот, был бы я помоложе, во мне было столько энергии. Вспоминайте, да, такие есть фразы, когда за столом сидят, там люди выпьют, они начинают рассказывать, что вот я в твои годы, ух, я бы горы свернул. Почему не свернул? Что тебя останавливает? Сейчас. Что тебя останавливало тогда? Проблема не в мире вокруг, проблема тебе в самом. Ты живешь этим, ты вспоминаешь это, и ты хотел бы это изменить. Синдром упущенной выгоды тебя полностью схавал, съел. Чтобы этого не происходило, вопрос, чего ты ждешь, сейчас нужно действовать. Именно сейчас. Матрица, еще раз повторяю, самый быстрый и короткий путь к большим деньгам, к признанию, к построению команды. Кто-то выбирает путь строить какие-то стратегии, кто-то выбирает путь работать по маркетингу, это все не важно. Важно, что здесь нет рисков. Сейчас, если брать в обзор Profitbox компанию, это самая позитивная, успешная, продуктивная компания с самыми передовыми технологиями, которые есть в маркетинге, которые есть на сайте, на сайте, где собрано все самое лучшее, что я видел за всю историю моей работы в сетевом и Димы. То есть, это весь тот опыт, который мы попытались сконцентрировать и убрать все грабли, которые возможны и дать самый цимус, это называется, самый концентрат, чтобы вы не бегали и не выжимали эти лимоны, мы их уже выжили. Если рассматривать компанию Profitbox, то это золотое время. Вы видите монетки? Они золотые. Золотое время сейчас. Маркетинг, который запускается в Boombox, если бы мне такой маркетинг, как я с Димой разговаривал, предложили тогда, когда я заходил в Global Matrix, чтобы вы понимали, я заводил людей на 50 тысяч рублей в восьмой стол, получал ревку 5 тысяч рублей. 5. То есть, человек закрывался, мне ревка приходила 5 тысяч рублей. Это не считая моего стола, да, там закрытого. Допустим, я его уже закрыл. И все было на автомате. Семиместная матрица 8 столов. И я заработал миллион восемьсот. Если бы мне предложили Boombox, ну, вы понимаете, да, какая у меня была улыбка? Не в 32 зуба, в 36. У меня бы еще выросли зубы, чтобы улыбаться еще шире. Ну, бы так и было. Поэтому нельзя упускать момент. Если вы думаете, что я включусь завтра, послезавтра, да, там, у меня будет время, не будет. Мир настолько быстро и динамично изменяется, что не будет. Все может произойти очень быстро. А вы, в свою очередь, так и будете стоять и смотреть на дверь и как в нее заходят люди. Выходят с барсетками успешные, кто-то с шишками. Но лучше двигаться. Лучше выбирать путь именно динамики, движения. Только он приводит к успеху. Только он дает возможность получать опыт. По-другому никак. На чужом опыте я не думаю, что здесь настолько мудрые люди. Это надо быть очень мудрым человеком, чтобы учиться на чужом опыте. И много знать. То есть, ну, человек изучает других людей. Ошибки других людей. Но при этом сам может действовать иногда и точечно. Но это такая скучная жизнь. Реально скукота. Скука смертная. Тоска зеленая. Называйте, как хотите. И поэтому, друзья, если мы возьмем сейчас, вернемся к тому вопросу, сколько нужно работать, чтобы заработать на квартиру, на машину и еще ездить отдыхать, лет 15. Ну, я так уже взял сразу. 15 лет. Если 70 тысяч в месяц. 15 гребаных лет. Это очень много. Это пол жизни. Если тебе 30, ты одна треть, это 45, ты одна четвертая, когда 60, чтобы накопить на что-то. А сейчас предоставляется колоссальные в мире возможности через интернет, когда можно это сделать за год. Можно сделать за полгода, а кто-то это сделает за 2-3 месяца. С маркетингом Boombox я уверен, кто-то заработает за первый месяц-два 2-3 миллиона, 4 миллиона. Вот я думаю, 3-4 кто-то заработает. У нас в Profitbox есть человек, который заработал полтора миллиона за месяц, 2 миллиона за месяц, 3,5 миллиона за 2 месяца почти. А в Boombox представьте, что будет? И когда мне человек говорит, ну вот я скоро включусь. Когда скоро? Типа, ну я вот скоро жить начну. Это равносильно, вот это высказывание мне приравняется, ну вот скоро я буду жить, а сейчас я пока в труп. Нужно это делать еще было вчера. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, друзья мои хорошие, я очень буду счастлив, если вы включитесь, если Profitbox сделает вас счастливее, но вы должны это сделать сами, принять решение и начать действовать. Лучше компании я не видел. Нет предела совершенству, я согласен, не бывает идеальных компаний, согласен, не бывает идеальных людей, согласен, и отношения не бывают идеальных. Но нужно стремиться. Настолько искренней компании вы точно не найдете. А там, где есть энергия, есть жизнь. Поэтому выбор очевиден. А когда еще вкупе с этой энергией есть классный маркетинг, руководство, которое слышит участников и которое радеет за участников. Но тут как бы сам Бог велел включиться по максимуму. У нас всего лишь 22 тысячи регистраций. Это немного. Я думал, будет чуть побольше, но не беда. Это вообще абсолютно не страшно. 22 тысячи регистраций. Я думаю, в старту будет около 25 тысяч. А начинали мы полтора месяца назад 4 тысячи регистраций. И вы скажете, ну блин, уже так много пригласили, а после лета будет 120 тысяч, допустим, осенью регистраций. И вы скажете, вот, вот если бы когда было 20 тысяч, ну вот когда я был за столом, включайтесь сразу. Изучайте. Это не построить бизнес на земле. Построить бизнес на земле это снять в аренду помещение, договориться, оформить ООО, документы, поставить стеллажи, купить товар, съездить. И чтоб тебя не кинули нигде, чтоб все прошло гладенько. И чтоб этот товар еще продать, нужно дать рекламу, привлечь клиентов. С каждым поставить продавца или продавец это ты. И работать. Очень много действий, чтобы начать зарабатывать там 100 тысяч рублей. Допустим. Ну можно сеть магазинов открыть, конечно, это вложение десятки миллионов. Ну мы говорим, допустим, там миллион, два, три. А здесь с 50 тысяч рублей человек принимает участие в максимальном крутом столе, в голде, допустим. Нет у него этих денег? Вообще не вопрос. Есть возможность зайти на 5. На 5 тысяч рублей. Вот задайте себе вопрос, если у вас, вы найдете сейчас 5 тысяч рублей, вы станете богаче? Ваша жизнь как-то изменится? Ну нет. Если вы сейчас потеряете 5 тысяч рублей одну купюру, ну так вот, бывало такое, что вы теряли деньги, хоп, потеряли. Ну да, настроение там немножко испортится, но я всегда говорю, значит, так нужно, и кому-то эти деньги нужнее. Беднее вы точно не станете. Богаче, получается, точно не станете. Поэтому ничем не рискуем. но правильно использовав эти 5 тысяч рублей, можно кому-то помочь. Человек попал в затруднительную ситуацию, может ему что-то из миги-рекоментов накупить. Можете спасти даже кому-то жизнь. А можете спасти себя и спасти свои мечты. Зайти в маркетинг и открыть перед собой возможности Сильвер. Открыв эти возможности, начать простые действия. А простые действия обуславливаются тем, что мы рассказывали в школе. Пройти маркетинг, купить голд и проделать тот же самый путь и заработать миллион. Все. Вот так легко и быстро. Всего лишь 5 тысяч рублей, да? Потерял не страшно, нашел тоже не страшно, грамотно использовал, помог кому-то или себе, или кому-то. Накормил кого-то бездомных, собак накормил. Поэтому с одной стороны ничего не теряешь, соответственно не рискуешь, значит душа спокойна. С другой стороны можно использовать и открыть для себя мир возможностей. И на тебя будут сыпаться вот эти монетки с коробочек с разных уровней. Можно рассчитывать только на переливы, но я вообще не понимаю людей, которые рассчитывают только на переливы. Когда тебе говорят, что есть компания, в которой будут работать 300 тысяч человек, и ты такой, ну, наверное, переливов будет много. Серьезно? Эти переливы исполнят твою мечту? Эти переливы воплотят твои идеи в жизнь? На эти переливы ты купишь себе то, о чем ты мечтаешь? Или просто уберешь пару симптомов? Ты уберешь пару симптомов, но болезнь никуда не исчезнет. Страдать, как страдал, так и будешь страдать и искать дальше возможность каких-то переливов. Переливы это всего лишь подспорье от вселенной, я это так называю, когда ты на правильном пути. Но нужно инвестировать время, быть полезным, и тогда ты не будешь рассчитывать на переливы. У нас есть люди, лидеры профитбокса, которые заходят в бомбокс. Знаете, как они заходят? Вы будете в шоке после всех. Серьезно. Ну, то есть там люди не покупают места, некоторые, они заходят тысячи людей после того, как все расстается. Интересно, да? А кто-то говорит, я наоборот хочу быть первым. Мышление. Для чего ты здесь? Просто для чего ты здесь? Для того, чтобы просто получить переливы? Классно. Ты их получишь. Что-то изменится? Ну, может быть, изменится немножко. Ну, круто, когда ты гордишься собой, что ты сам заработал этот миллион, а не нашел его просто. Ты даже миллион на переливы навряд ли найдешь. Ну, хорошо, налила тебе там, заработал ты 70, 100 тысяч, 150, 200. А сможешь повторить? Нет. Будешь надеяться опять на переливы. Поэтому, друзья, надейтесь на себя. Вы пришли сюда, чтобы быть счастливыми, чтобы быть успешными. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы у вас это получилось. Но за каждого я не смогу сделать все. Каждый должен войти в эту дверь профитбокса, бумбокса сам и пройти этот путь. Я всего лишь могу указать. Вот там. Вот там твой миллион. Вот там твои 500 тысяч. Вот там твоя машина. Вот там твоя мечта. Теперь ты это знаешь. Живи с этим. Вот, собственно, и весь вебинар. Вот этим я хотел поделиться. Вот это у меня внутри. Я это все рассказал вам. Думаю, это будет кому-то полезным. Уверен, что будет кому-то полезным. И еще. Хотел добавить. Многие здесь спросили, помнится мне, многие здесь спросили, сделать так, чтобы было видно, когда приходят бонус, с какого стола он приходит. Это мелочь. Ну, это мелочь. Но все состоит из мелочей. Если взять пазл в разобранном виде, весь пазл состоит из маленьких кусочков. Но картина общая становится цельной, когда все эти кусочки собраны. Мы этот кусочек поставили в наш пазл профитбокс. Теперь, когда вам приходит бонус в телеграм-боте, у вас синеньким будет подсвечиваться допустим, грин 1, гринбокс 1, бонус 400. Нажимаете на гринбокс 1, прямо на это, это зашитая ссылка, и переходите в стол, который принес вам бонус. Возможно, нужно будет нажать на век, чтобы увидеть картинку, в чьем столе вы стоите, да, какое место это закрылось. Но фишка в том, что вы нажимая на эту ссылку, вы переходите на то место, которое принесло вам энную сумму средств. 400 рублей, 40 тысяч рублей, 4 тысячи, не важно. Даже здесь мы подошли благодаря Виктории качественно, чтобы не была просто ссылка большая, непонятная. Нажимаешь на гринбокс 1, в телеграм-боте, в синеньком подсвечиваться, и переходишь, допустим, туда. Классно? Мелоча приятна. Из мелочей же вся жизнь состоит. Когда ты горишь своей идеей, своей работой, то делаешь все это с удовольствием. Ты не считаешь, сколько это стоит, ты считаешь, что картина будет полной. Картина будет полной, если эти мелочи все поставить в общую картинку, и она будет цельной. Так, я сейчас все участники могут говорить. Если кто-то хочет задать вопрос, у меня ровно 3 минуты. Наталья поднимает руку. Разрешите говорить. Говори. Илья, я хочу сказать спасибо большое за этот вебинар, за эту мотивацию. Так очень интересно слушать тебя, и прямо хочется идти. было очень интересно, у меня вопросов нету, просто хочу сказать огромное спасибо. Еще хочу сказать очень большое спасибо за эту штуку в Телеграм-боте. Мы теперь будем знать, какой клон закрылся. Ура! Спасибо. Мы, собственно, для этого и создаем профитбокс и улучшаем его, чтобы вот такие эмоции были. Чтобы, когда ты работаешь, это было в кайф. Еще у кого какие вопросы? Можете поднять руку, я разрешу. Включу микрофон. Поднимает руку, включить. Юля. Всем здравствуйте. Я в проекте 2 марта, но я хочу сказать огромное спасибо. Вчера мы со своей командой, а у меня в команде всего 3 человека, которые мне вчера сделали кассу 10 тысяч. Мы вчера так поработали, что я просто в 6 утра спать легла. Но это реально, это крутой маркетинг, и говорить о нем, что он плохой, это бред. Это реально бред. И что 7-местные столы это сложно закрывать, это тоже бред. Я была в разных проектах, я нигде не получала. Это первый проект, в котором я реально получаю. И когда я вижу чеки, мне плакать хочется, потому что это реально круто. Спасибо вам за такой проект. Пожалуйста. Это приятно слушать. На самом деле, все просто, нужно пробовать. Никогда не смотрите просто в теории. Это в теории можно, это знаете, как за столом сидят, я всегда вспоминаю, вот в армии там сидят все, немножко все выпьют, я особо не пил никогда. Но я слышал, какие все сразу становятся бизнесменами, а кто-то говорит, да нет, политику обсуждают. Но на деле ничего не делают. То есть, я четко понимаю, что нужно действовать. То есть, ты посмотрел, 7-местка, это единственное, что тебя останавливает, если человек, ну, 7-местка, то, блин, вообще, задавай себе вопрос, для чего ты в сетевой пришел? Попробуй. Ну, не могут столько людей, тысячи людей не могут ошибаться. Попробуй. И когда ты попробуешь, и если тебе вдруг не понравится, ты скажешь, я это попробовал, я пробежал эти 10 километров, я устал, это не мое, я так худеть не хочу. Окей, я понял. Ну, пока не попробуешь, слова не подкреплены действиями. Дорогие друзья, если вопросов нет, я надеюсь, их нет, обычно после моих вебинаров тишина. Я когда выступал на аудиторию, 500 сетевых предпринимателей было, это было в Екатеринбурге, там был очень заряженный вебинар, я с микрофоном, там было все четко, тишина была. То есть, я закончил, и такой, тишина, есть над чем задуматься. Это классно. Я передал вам тот посыл, который во мне был. Посыл, это называется так, в энергетическом поле, посыл энергии. Вот, вы его приняли, и теперь его перевариваете. Я вам дал четкое руководство к действию, какие вопросы нужно задавать себе. Дело не в маркетинге, даже. Дело в том, что я сказал в самом начале. Вопросы. Задайте их себе, ответьте честно. Ответьте именно честно себе. Не надо кому-то это отвечать. Себе. А если вы забываете то, о чем мечтаете, то лучше запишите. Это помогает. А лучше распечатайте. Это еще лучше. То есть, вы с ментального мира переводите все в мир физический. Это важный ритуал. Это важный ритуал, который переводит все ваше ментальное, цели, планы, хотя бы уже на картинку, на листок. То есть, это можно пощупать. Если вопросов нет, я заканчиваю. Я был рад всех видеть. У нас было 300 человек. Здорово. Мне очень приятно, что мои вебинары пользуются популярностью и вам интересно. Значит, я делаю свою работу с удовольствием. И не зря. А это самое главное, что, возможно, даже из 300 человек, 3 человека изменят свою жизнь, посмотрев этот вебинар. Что-то щелкнет у них. Значит, я это делаю не зря. Спасибо большое за внимание. В записи вы сможете посмотреть вебинар уже через несколько минут. Всем хороших выходных. И у нас осталось 5 дней. Ну, 6 включительно. До старта. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok